Здесь кто-то есть. Ё-моё, надеюсь, это не из него колбасу делают. В чём же грёбанная загадка колбасы? Сегодня мы с вами должны это выяснить. Мы должны разгадать тайну колбасы. Да, ребятки, ха-ла всем, с вами Фукс Нео, и сегодня мы с вами продолжим проходить игру под названием Сали Фейс. И остановились мы на загадке колбасы. И нам нужно кое с кем встретиться в квартире 207. Но, по-моему, я ещё не все этажи обошёл для этого. Я не помню, какие этажи я уже не обходил. Так, ладно, давайте заглянем в квартиру Дэвида и в другие квартиры тоже заглянем. О, да, мы не обошли ещё третий этаж. Что ж, Дэвид, ты за столько времени так и не нашёл штаны? О, подождите-ка, что? Он женат на кукле? Так вот почему кукла не стирает ему штаны. Ну, потому что она кукла, она не может постирать твои штаны, ты. Ладно, не будем его обижать раньше времени. Здорово, Саль, Крам, Саль, какие планы? Привет, Дэвид, да, пока никаких. Недавно вернулся из школы. О, я думал, у тебя каникулы. Студенты уже разъехались отдыхать, а вот наши каникулы не начнутся до конца месяца. А, ясненько. Как вы с Сарой поживаете? Ты ж нас знаешь, парочка голубков, счастливы вместе, так ведь, детка? Ну, она что-то не очень хочет со мной разговаривать. Хе-хе, о, милая, не заставлю меня краснеть перед нашим приятелем. Господи, я, эм, да. Тоже тебя люблю, детка, о, чё такое? Да, господи, хватит болтать при мне с этой странной куклой. Ага, Сал, у нас тут проблемойски со сном. Ну, знаешь, забавно, но это, наверное, потому, что эти студенты на каникулах. Кажись, мы привыкли к их шуму. Ну, у них осталось всего пару дней каникулы, так что скоро всё вернётся в прежнее колено. Красопеттишные новости о красопеттишной сале. Так, ладно, о чём мы можем с тобой поговорить? Видимо, ни о чём, а я дальше пройтись не могу. Нет, ладно, что у тебя в квартире вообще есть? Какие-то стрёмные газеты, фоточка, где он с куклой и облачко. Просто облачко. Ну, короче, ничего интересного. Ладно, будем продолжать и походить. Третий этаж. На этой неделе у студентов каникулы, так что к ним мы заглянуть не можем. Кстати говоря, на нашем этаже почему-то камера была сломанная. Пых, чё ты тут делаешь? Странно. Ладно, в этой квартире кто? Ау, кто-нибудь дома? Хм, могу поклясться, здесь кто-то жил. Ааа, кто здесь жил-то? Так, давай, свою гаусс-пушку доставай. Ааа, где все? Странно как. Так, чё тут подозрительного? Хм, ещё одно письмо на моё имя. Господи. Хм, пусто. Ну, как обычно. И да, ребятки, много людей мне писали в комменты насчёт этих писем, но я так и не пришёл к какому-то логичному выводу, к сожалению. Так что, если я не соберу все письма, простите. Хм, многие пытались без спойлеров мне подсказать, но чё-то у них как-то очень плохо получилось. Так, привет, пых, что стряслось? Я постоянно слышу какие-то жуткие звуки. Какие звуки? Ну ты знаешь, жуткие, кто-то царапается, стонет, цякое такое. Может, это просто мыши в стенах или само здание скрипит, оно же старое. Мыши? Ничуть не лучше. Уверен, что ничего серьёзного. Хочешь потусить со мной ребятами? Не-не, не надо. Ну, спасибо, я вижу, что вы снова что-то замышляете. Последний раз, когда я к вам присоединился, неделю спать не мог. Ой, точно. Я же должен был передать, что Мэган извиняется за то, что тебя напугало. Она очень милая, если познакомиться с ней поближе. Но ты свинтил, как только она появилась. Знаю, то есть, уверен, она классная, я пытался. Но мне слишком страшно. Но если тебе захочется побыть в компании, ты всегда можешь к нам присоединиться. Я знаю, спасибо, Сэлли Крамсали. Ладно, ну, мы и так знаем, почему он тут стоит, но всё же. Я жду, когда придут мои родители, они уже должны были вернуться. Может, я могу чем-нибудь тебе помочь, к примеру, поймать призрака? У тебя не завалялось какой-нибудь шоколадки? Шоколад всегда повышает мне настроение. Нет, прости, не завалялось. Ладно, видимо, мы с ним обо всём поговорили. Я вроде начал с пятого этажа. Значит, нам нужно... А вот неправда, не нужно нам на второй. Нам нужно на первый, потом на нулевой, только потом на второй. Потому что нашей задачей является встреча в квартире 202. Так, в 102-й у нас живёт бабуся, с которой мы вроде как уже поговорили. Так, береги себя, Сэлли. Рядом живёт зомбачка грёбаная, да? Да. И, видимо, нам здесь больше ловить нечего. И на нулевом этаже мы, по идее, тоже были. Следовательно, мы обошли все этажи. Хотя, может быть, у бабуси есть ещё какие-то призраки. Да. Хм. Опять скрипота. Господи. Прости, бабуль. Прости, Баль... Просто прости от всей души. Мисс Розенберг? Эй. Надеюсь, мы её не убили. Куда ты бабку дел, Сэлли? Верни бабку! Где вы? Мисс Розенберг? Куда бабку дел? Прощай, Роуз. Что-то мне подсказывает, что ты была к этому готова, чтобы это не было. Надеюсь, теперь ты счастлива, где бы ты ни была. НЕТ! Ой, тут письмо на моё имя. Пустое. Да. Где? Где? Где бабуля? Я хочу бабулю вернуть! Верни бабушку! Она была классной! Твою мать, Сэлли! Куда бабку дел? Дерьмо. Ладно, я уже нашёл много конвертов. Сколько мне их нужно найти? Вот сколько? Я не знаю. Эммм... 104-й никто не живёт. Как странно. Хмм... Может быть, где-нибудь здесь конвертики ещё? НЕТ! Блин! Я хочу найти их все, но как? Я не знаю. Ладно, пойдём тогда на второй этаж. Осмотрим всё на втором этаже. И, наконец, продвинемся дальше по сюжету, иначе я эту игру буду проходить серии 150. Так, мне в 202-ю, а я пойду в 201-ю. Но никого там нет дома. Очевидно. Так, да, мы пойдём в 203-ю и 204-ю, да? Да. Так, кто у нас тут? Эта квартира всегда свободная, кажется. У Эдисона недостаток съёмщиков. Это грустно. Старая квартира Чарли. И в квартире Чарли, видимо, никого нет. Но я думаю, здесь ещё одно письмо будет. Ванной, да? Или мы в ванной встретимся с самим Чарли? Боже, этот запах до сих пор не выветрился, я туда не пойду. Запах Чарли? Всё настолько плохо? Это грустно. Бедный Чарли. Ладненько, выходим отсюда. И, видимо, у нас не остаётся никакого выбора, кроме как пойти в 202-ю квартиру. Надеюсь, я все конверты нашёл. Так, ну что ж, Тот, привет. О, родители Тотта, посмотрите, какие довольные и счастливые. Здравствуйте, мисс Моррисон. Эй, Салли, собираетесь на поиски очередного приключения? Что-то типа того. Я думаю, это прекрасно. Жизнь полна потенциальных приключений и невероятных тайн, которые только ждут, когда их изведают. Вы абсолютно правы. Да, нужно просто поймать момент. Хотя порой приятно расслабиться на диване после долгого дня. Понимаешь, о чём я? Мы с Рэм смотрели телевизор, а затем отрубили, словно малые дети. Разве не милаш? Эм, да, наверное, только у вас нет телевизора. Да, разве это не прекрасно? Жить без всего этого шума. Эм, ага, ну я пойду. А мы можем ещё с ними поговорить? Ой, нет, нет, опять, опять, это всё выслуживает, нет. Они, кажется, обдолбались. Да, у них там бульбулятор стоит самый настоящий. Но родители Тотта, я представлял их себе по-другому, скажем так. Да, 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 как странно. Необычный поворот событий. Ладно, поищем в его хате что-нибудь подозрительное. Может, что-нибудь найдём. Ещё один конвертик, хотя это вряд ли. Но всё же вдруг в унитазе где-нибудь. Нет, никого нет. Нет, вообще ни капельки. Эх, ладненько. Может, где-нибудь здесь? Может быть, мы зайдём в комнату его родителей и найдём там... А там заперто, твою мать, блин. Ладно, пойдём к Тоду. Ларе уже тут. Рыбка, привет. Привет, Боб. Привет, Боб. Боб, привет. Боб, привет. Боб, привет. Боб, привет. Ладно, хватит. Эмм... Что ещё мы можем тут найти? Это что за хреновина? Ой, ты пока не должен был его видеть. Я собирался сделать тебе сюрприз. Что это? Помимо прочего, это портативный усилитель со стандартными эффектами, которые можно использовать, чтобы апгрейднуть твою гитару. Круто, Тодда, ты гений. Не могу дождаться, когда опробую его. К сожалению, тебе придётся потерпеть. Я жду, пока почта доставит парочку нужных частей. Кроме того, сейчас у нас есть парочка важных дел. Точно. Так, ладненько. Может, у тебя в квартире есть призраки? У-у-у-у-у-у-у-у. Нет, чё-то из меня какой-то хреновый охотник за привидениями. Там ещё сверху какая-то хрень у него стоит. Ладно, Ларри, привет. Чё, как у тебя, Ларри, Ларри, Ларри? Да не... Это... Это... Это Ларри. Это не Боб, Салли. Ладно, давайте поговорим с Тоддом. Вы готовы? Эмм... Долин. Вдруг я не все письма нашёл? Ну что ж. Скрестим пальчики за то, чтобы я нашёл все письма. Если нет, то как бы не обижайтесь. Можете после прохождения игры мне в комменты написать, что же будет, если собрать все письма Ладненько, я подключился к камерам и смогу зациклировать запись пустого холла Пока вы не вернётесь, будьте осторожны Блин, тот такой прям хацкер, я в шоке с него Откуда у него столько мозгов в его маленькой головёшке Так, мы вскрыли чужую хату, готово Круто, надо быстренько управиться, пока она не вернулась Так, вот это, конечно, будет подозрительно Так, вскрыли чужую хату Чувак, тут какая жопа воняет с душком грязных ног Божечки, лучше нам тут не задерживаться, не смогу долго переносить эту вонь Зацени-ка эту картину, что если Пакертон правда работает на ферме? Не знаю, у меня от этой картины странное ощущение, словно озноб Ого, да, я тоже чувствую Давай смотримся Так, что в этой картине странного? Ну, композиция, очевидно, странная, но что ещё? Да, в принципе, ничего, обычная картина, просто очень странная композиция у него Классное старое радио, только вот не включается, наверное, сломано Нет, там призраки, призраки, давай, давай, опа, призраки, там призраки живут Нет, твою мать, ладно, спальня номер один заперта, а на дверной ручке какой-то странный механизм Хм, нифига у неё хата огромная Хм, стрелки часов застряли на 15-14, когда я пытаюсь их сдвинуть, они просто возвращаются на своё место Теперь я могу открыть это Нет, нет, но 15-14 надо запомнить Тут тоже заперто, да тут везде всё заперто, чё такое вообще? Так диван, буду ходить с этой хреновиной на всякий случай Тут здоровенная упаковка подгузников Как думаешь, ими пользуются мисс Пакертон? Наверное, чувак, Пакертон же развалюха Фу, это подгузники, фу Ну ладно Что естественно, то не безобразно Что в ванной? Ё-моё Как тут всё засрано Так, начинаем исследовать, смотрим У неё просто в хламину засранный туалет, из которого воняет дерьмом У неё грязнющая раковина, у неё просто порванное в хламину полотенце И засорившиеся трубы, из которых течёт зелёная жидкость Может, она её нанюхалась, или она её в колбасу пихает? Мне страшно представить, что с колбасой Вдруг колбаса оживёт? На что ты смотришь? Что такое? Нашёл в холодильнике что-нибудь странное? Да необычный продукт, но на морозилке висит замок Сможешь его открыть? Нагадай мне минутку Так, ладненько, я дам тебе минутку О, морозильник Чё в морозильнике? Он заполнен колбасой, замороженными овощами и другими продуктами Ничего необычного Необычно то, что у неё целый морозильник под это отведён Хотя она живёт одна Готово Так, мне страшно Вдруг там будет живая колбаса Мать всей колбасы Я должен приготовиться Так, я готов Пожалуйста, пусть там не будет чьей-нибудь жопы головы или матери колбасы Ладно, давай открывать Твою мать, там чья-то голова Вот как жопой чую Ну твою мать, а Вот так и знал Ммм, ладно Окультист Она грёбаный оккультист Это правда, козы Я ж, блядь, так и говорил, чел А ещё Фу, мерзость Не думаю, что всё так просто Давай попробуем забраться в те спальни Ладно Ну я знаю, как туда забраться А всего-то нужно вести 15-14 Давай, 15-14 Старый механизм А, сначала в эту спальню, да? Чувак, замок очень чудной Не уверен, что смогу его взломать, но попробую Так, 15-14 Да просто покажите мне этот механизм Ну же Пожалуйста Пожалуйста Я хочу знать Я хочу знать Что в той спальне Я без этого спать не смогу Так В холодильнике ничего Оооо Кровища Тут же только что не было кровища Или я её в упор не заметил Как подозрительно Так И что тут страшного Это козёл? Да Это козлик С отрубленной башкой Хм Эм Привет, малыш Но я думаю Его озвучивать не нужно Угу Вот как значит Ага Потом она Ого Господи Ну и жесть Вы слышали, что он нам сказал? Ну и жопа Что это было за хренатень? Призрак козы Судя по всему Мне наверное уже не стоит удивляться Но такого я точно не ожидал Хм На самом деле это было забавно Я могу ещё раз призвать козу? О Я теперь повелитель козы Зашибись Ладно Я думаю нам нужно это немножечко промотать Привет, мистер коза Ме-ме-ме-ме-ме И она опять уходит Хм Я могу открыть холодильник? Да, могу 10.47 И какие-то оккультические знаки Как интересно тут всё Так Ну что же я смогу? О Подождите-ка Сменить станцию Подождите-ка Подождите-ка Очень интересная вещь Что творится Там было 10.47 Да Давайте попробуем радиостанцию Включить под названием 10.47 Мне кажется, что это как-то связано Башка козы Так 10.47 Итак И теперь что случится? Ничего Либо 15.14 Но там по-моему такой радиостанции нет Так 10.47 Давайте попробуем теперь призвать козу Так Коза Что-то поменяется? Козочка Привет Что-то изменилось? Нет Она всё ещё мычит и уходит Так 10.47 Не подходит Как ни странно Что ж В таком случае давайте попробуем Аааа Подождите-ка Там 15.14 было Эм Что за Что тут происходит Блин Так Тут 10.47 Хм Это всё очень странно Так Это какой-то сложный ребус начался 10.47 А давайте попробуем поставить 10.47 Так 10.47 Так Не работает Поговорим с ним Так Он всё ещё не уверен Что сможет его взломать Так ты даже не пытаешься Ты просто стоишь Эм Откуда мне взять цифры? Цифры 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 Где мне взять цифры? Ванная Когда на последний раз смыла свою ванную комнату? Видимо никогда Фу Мерзость Там здоровенная личинка плавает Да Ладно Выйдем отсюда Не хочу за этим наблюдать Козёл Ответь мне на вопрос В чём же смысл? Смысл этой грёбаной игры? Колбаса Так 10.47 10.47 Больше никаких цифр в этой комнате нет Вообще в этом доме больше никаких цифр нет То есть 10.47 Это прям вообще 10.47 Я не понимаю пока что Что мне нужно с этим делать 105 59 105.9 Угу 15.14 Аааа Аааа И тут у нас стоит А нифига непонятно Ну когда мы ставим 10.47 Тогда я могу менять Часы Хм Может нужно поставить 0.0.0.0 Как вам такая идея? Так Давайте попробуем 0.0 Тут Бесконечное Множество чисел Может быть Серьёзно Как странно Может быть Теперь нужно поставить 15.14 Но это будет странно Ааа Я не могу поставить 15.14 14 могу А 15 не могу Может быть Нужно посчитать Сколько раз Овечка мекает Я не знаю Ну давайте посчитаем На всякий пожарный Вдруг мне это как-то поможет 1 2.3 4 5 6 6 раз Мекает овечка Как мне это должно помочь? Я не знаю Я схожу с ума Ааа 6 раз Мекает овечка Мне это никак не помогает Вообще 0 Нолина Блин Ну 6 Ровно 6 Я не знаю 6.54 Блин Сложно Но И подсказок Нет Может быть 06 06 Или 6 6 6 6 6 А я не могу Так поставить Ладно 6 06 Не работает Да Нифига Я не знаю Тогда Что? У нас только единичка есть 12 Может быть 12 06 Нет Какие еще мы можем цифры попробовать? Фиг знает 12 12 А вдруг? Я не знаю Просто на рандом будем тыкать Аааа Что? 6 на 2 Как? Почему 12 12 Стоп Что? Я реально открыл Какой-то из спален? Пожалуйста Объясните в комментах В чем смысл Ребуса Как связаны 6 10 47 И 12 12 Хотя 6 Вообще тут может Ни при чем Блин Капец Я запутался Просто в край Какая первая спальня Открылась Вот это вот Здесь кто-то есть Ё-мо-й-ё Надеюсь Это не из него Колбасу делают Какая больная бабка Вот зачем ей подгузники Ну и жесть Ээээ Мистер Пакертон Здравствуйте Думаю он тебя не слышит Ты прав Судя по всему Он находится в каком-то Вегетативном состоянии Чел Каков же пиздец Еще этот гадкий запах Точно отсюда идет Фу Давай быстренько Оглядимся А потом свалим Так Во всех этих статьях Говорится о смерти Пакертона Если он мертв То кто же лежит на кровати Что я хочу узнать Так это то Какого хрена Здесь так много Обосранных подгузников Серьезно Тип Что тип За хуйня Понимаю о чем ты Меня от этой квартиры Просто тошнит Ты же не думаешь Что она использует Не Не Нафиг Даже думать И бы там не хочу Нет 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 Фу Господи Меня самого тошнит От одной мысли Что колбаса Может быть из говна Нет Мы даже думать Об этом не будем Думаю Если бы секретным ингредиентом Было человеческое дерьмо Тот бы заметил Это в лаборатории Тебе не кажется? Думаю Да Но без понятия Вот честно Давай просто поторопимся Так Опять все будет повторяться Блин Да НЕЕТ Блин Разработчику Стоило подумать Над этим Типа что если ты случайно нажал Тебе придется все это пересматривать Так Обосранные подгузники И мистер Пакертон Он не отвечает Моргните если слышите меня Здравствуйте Судя по всему Я не могу ничего сделать Ну тогда я могу сделать вот так И тогда он оживет да? О господи Это его призрак То есть он в коме скорее всего Ёное дитя Прошу Помоги мне Как вы Вы мертвы? Я нахожусь посередине Страдаю уже кажется Целую вечность Это с вами миссис Пакертон сделала? Когда то мы любили друг друга Или я так думал Да это ее рук дело Пожалуйста Ты должен помочь мне Прервать эту бесконечную агонию Что кладут в колбасу Вы знаете? В колбасу? Боюсь я мало что знаю Эта комната моя тюрьма Гробница вечной печали Я никогда не смогу Войти из этого состояния Может я могу вам как то помочь? Ты должен отключить Эту жуткую машину Но это разве не Эта во сне Это положит конец моим страданиям Освободит от мучений Но вы уверены? Прошу дитя Умоляю Подропись Пока она не вернулась Аммм Убить его или нет? Ну я думаю Милосердно будет убить его Отключим машину Прощай дед Ты так много страдал В своей жизни Мне тебя жаль Ты много дерьма пережил Надеюсь что правильно поступил У тебя не было выбора чел Несчастный мужик страдал Он этого хотел Ужас Почему это им на психику не действует? Они только что увидели чувака В подгузниках Которого держат в плену Потом вылез из него Его по факту Дух И попросил убить его Это ужас какой-то Да наверное просто я О нет Ох черт она вернулась Быстро спрячемся За этим комодом Так Они так забавно сидят Если мы сегодня не выберемся Я люблю тебя чувак Я тебя тоже люблю Чел Ты мой самый лучший друг в мире А ты мой приятель Только не надо сосаться пожалуйста А то в этой игре возможно все Зачем ты его закрываешь? Эм То есть вы спрятались Что? Эш Ты тут что делаешь? Эй простите что порчу момент Но что это блин за место? Эшли Ты нас до усрачки напугала Я заметила Ох блин Как же я рад тебя видеть Эш Я думал нам крышка Я думал тебе нужно было Присматривать за Бенджамином Папа вернулся домой пораньше Так что я сразу поехала сюда Простите что напугала вас Я Эм Это мистер Пакертон Он Это был он Но больше нет Он наконец-то обрел покой Черт Почему у нее выражение лица не меняется? И пожалуйста не говорите Что в колбасу добавляют Это Надеюсь что нет Я не уверен Осталась еще одна комната В которую мы не заглядывали Надо пробраться туда Перед тем как уйти Ох зацените Пока мы прятались Я нашел под комодом Связку ключей А ну пф Конечно Какой это из этих ключей Открывает вторую спальню Давайте посмотрим что внутри Все что угодно Лишь бы выбраться из этой комнаты Да тут воняет Просто пиздец Давайте свалим уже отсюда Господи Я все таки Буду надеяться до последнего Что в колбасу не добавляют говно Мы пробрались. Так. Ох ты ж мать его, что за жопа. Боже мой. Да, это пропавшие люди. Не к добру это. Так, ну что ж, дедуктивный анализ начинается прямо сейчас. Что у нас тут есть? Азбука Морзе, какие-то оккультические знаки, пронумерованные цифры. Видимо, сколько человек она убила, гребаная маньячка старая. Это какие-то древние символы. Значит, это все жертвы, скорее всего. Что еще? Да, в принципе, больше ничего здесь нет. Тут еще есть какие-то травы и шкатулка. Так, окей. Морозильник. Еще один гребаный кодовый замок. Ага. Я думаю, как-то азбука Морзе с этим связана. Хм. Так, где найти подсказки? Пока что не знаю. Ладно, может, чуть попозже найдем подсказки. А пока давайте осмотримся. Да тут просто какая-то скотобойня. С этим я согласен. Где взять подсказки, как открыть замок? Аммм. Хм. Может быть, как-то цифры с этим связаны? Понятия не имею. Ладненько. У меня от этой комнаты мурашки бегут, чел. И у меня прямая сила мурашкова. Так, а я могу выйти? Нет, не могу. Так. Осмотреть стену. Хм. Какой может быть кот? Давайте подумаем. Хм. Эмм. Понятия не имею, что может быть за кот. Я больше не могу ничего осмотреть. У меня больше ничего нет. А, точно. У меня же есть моя игровая приставка. Может, она мне поможет? Я думаю, что да. Нет, не поможет? Серьезно? А как кот узнать? Да ладно, блин. Я прошлый кот просто на рандом накликал. В этот раз не получится. А вдруг опять 12-12? Тут даже не получится 12-12 сделать. Только 1-2-1-2. Оооо, как интересно. Очень интересно. Блин. Я думаю, что это как-то связано с подсказками на стене. Эмм. С котобойня. Что там связанного с цифрами? Только перечеркнутые цифры и все. Там 8, 12, 16, 20, 24. Там 24. Ладно. 24. Я не знаю. 24. Не, не работает. 24 и 1-3 может? 24, 1-3. Давайте попробуем так. 1, 2, 3. Хм. 1, 3, 1, 3 может быть тогда? Я не знаю. Так, 1. О, что? 14, 13? Эмм. Фу. Гадость. Мне страшно. Ох ты ж твою мать! Ё-моё! Охренеть. Так колбасу делают из людей? Мы по самые уши вляпались. Нужно позвать на помощь. Да, и срочно посадить миссис Пакертон. Там нет костей. Что? Там нет костей. Только одно. Мясо. Блэх. Скажите мне, что там уже убралось это мясо. Чувак! Нет, завязывай. Бедный Ларри. Ну и жопа. Фу, меня самого от этого тошнит. Я уж права. Нужно позвать на помощь. Ты разве не понимаешь? Нам никто не поможет. Каждый раз, когда тут что-то происходит, это скрывается. Культ, Люк, Чарли, миссис Андерсон. Как знать, что ещё скрывает это место. Мы не можем доверять копам и не можем рассказать своим родителям, потому что они захотят обратиться в полицию. Так они и не поверили ничему, что мы их рассказали. Так что же нам делать? Не знаю, блин. С каждым разом всё хуже. Пакертон режет людей на кусочки и подает их в... Фу. Теперь я буду совсем иначе смотреть на колбасу. Бл***ь. Нахуй. Я больше не хочу знать никакую тайну колбасы. Всё. Можно мне как-то стереть память? Я хочу это забыть нахрен. Господи. Какой ужас. Какие ещё сюрпризы меня будут ждать в этой игре? А? Господи. Ну и жесть. Понимаете? Настолько жопная жизнь, что у меня камера отрубилась и не снимала несколько минут, чтобы просто вы не видели мою реакцию на это дерьмо. Я просто сидел тут, закрывался. Вот так вот, чтобы не блевать от уеденного. Твою мать, а? Ну и жопа. И что они сделают с миссис Пакертон? Надеюсь, что ей в жопу что-нибудь засунут. Больная. Ну так. Ну так что? Вы спросили, почему я не ем колбасу. Я рассказал вам почему. Вы ведь так любите невероятные закрученные истории, неужели не расскажете, что было дальше? А зачем себя утруждать? Вы, скорее всего, не поверили ни единому моему слову, а дальше история становится ещё более невероятной. К тому же, вы наверняка всё обрежете и выставите меня по телевидению чокнутым. Ооо, как грустно. Если расскажете нам остаток истории, мы пустим её в эфир как есть, без редактуры, я вам обещаю. Что ж, кажись тебе, придётся рассказать всю историю до конца. Я слушал, как вы упомянули имя Тодда Моррисона ещё до того, как мы начали. Вы к нему ездили? Мне тут ничего не рассказывают. Да, мы вчера снимали про него сюжет. Он в порядке? Он всё ещё в больнице? В больнице? Давайте так, вы закончите историю про колбасу, а я вам расскажу про Тодда. Ладно, придётся дорассказывать историю про колбасу. Перед тем, как мы вышли из квартиры миссис Пакертон, Эш ещё кое-что заметила. Эй, ребят, посмотрите на это! На что? Я больше не хочу ни на что смотреть. Как ты это заметила? Объясни мне. Эш, что ты от меня скрываешь, твою мать? Как ты поняла? За картиной прятался какой-то мусоропровод. Странно, в этом здании нет мусоропровода. Не похоже, что он ведёт на улицу, не видно света. Он ведёт в никуда. Будь осторожна, Эш. Нееет, нет, нет, не лезь туда! Интересно, куда он ведёт? Ну, конечно, ты туда свалишься. Ах, вот почему нельзя брать девушек с собой на задание. Ну, зашибись, она упала. Вот чем она думала? Что у неё вместо мозга? Было очевидно, что она туда упадёт. Эш! Эш, ты в порядке? Эш! О нет, о нет, не может быть. Пожалуйста, пусть она будет в порядке. Мы должны выяснить, куда он ведёт. Как мы? Что мы? Я полезу в неё, с другого выхода нет. Чувак, нет, ты сейчас не соображаешь. Что если тоже упадёшь, или приземлишься на неё, если она ещё жива, это может её убить? Да, он верно говорит, нам нужна верёвка. Ладно, хорошо, ты прав, давай подумаем. Эм. О! Опять голюны. О, нет, опять нихрена непонятно. Я даже, наверное, не буду пытаться это расшифровывать. Возможно, тут есть «Будь осторожен». Осторожно? Что-то связанное с осторожностью. Эм, в остальном я не знаю, как это перевести. Ладно. Хм, я знаю, куда он ведёт. Что? Откуда? Неважно, просто сходи за Тодом, встретимся в подвале. Почему он знает, а я нет? Почему эта белая хрень разговаривает только с ним? Я чувствую себя странно. Как будто это не четвёртая стена, а пятая. Когда игра общается с персонажем игровым, а я не понимаю, о чём. Это вот капец, как странно чувствуется. Что происходит, Сауш? Что ты увидел? Ошли в порядке? Помоги-ка мне с этим. С чем этим? Да эти угадают за автоматом. Что? Здесь дверь всё это время была? Или... Там была квартира, я просто внимания не обращал, ладно. Этой квартирой уж давно никто не пользовался. Она в плохом состоянии, но Эдисон не может позволить себе ремонт. На пятом этаже та же фигня. Это было в твоём видении, Сау? Это немного иначе работает у меня, просто обостряется интуиция. Ладно, веди нас, а мы, смотри, поможем, чем сможем. Ладненько, заперто, ну конечно. Погоди, один из ключей Пакерта напоминает старый ключ от квартиры, попробуй-ка его. Ой, точно, я совсем про них забыл. И прекрасно, всё работает. Так, и где мы окажемся в ещё более большей жопе? Здесь ничего нет. Дай мне минутку, чтобы осмотреться. Так, что у нас в ванной? В ванной, очевидно, нифига. Хотя там кровавые следы. Кровавые следы в ванной, это ненормально. Так, что ещё тут можно найти интересного? Спальня 1, спальня 2 и кухня, очевидно, да? Фу, тут тоже зелёная жидкость из кухни течёт. Это ужасно. Ладно, пойдём в спальню номер 1. В спальне номер 1 что-то между ничего. Да. Вообще ничего нет, просто пустая огромная комната. Окей, значит, в спальне номер 2 есть какая-то жопа. Так, какая же жопа тут есть? Что-то оборванное. Может, кстати, можно взаимодействовать? Ковёр порван в этом месте, похоже на... Хм, на что? Эм, мне страшно. Ребята, идите сюда, взгляните! А, люк потайной. Хо, интересно. Чувак. Должно быть, в здании есть незадокументированный подвальный этаж. Он точно не указан в чертежах, что я встречал. Возможно, старый погреб или нечто подобное. Понятия не имел, что он тут есть. Третий ключ из квартиры, мисс Паккертон, подходит к двери. А Эш, наверняка, там внизу. Мусоропровод мог везти только сюда. Эш, мы тебя найдём. Надеюсь, ты не переломала себе ноги. Да, там темно, да насрать. Давай, пора спускаться. Давай, не ссы. Нам только фонарик бы взять, чтобы не убиться. Я надеюсь, кто-нибудь из вас взял фонарик. Потому что, если нет, вы, конечно, те ещё умные люди. И что-то... Какого хрена? То есть, вот что в подвале? Вы чё, с ума сошли? В подвале огромный, б***ь, храм. Просто зашибись. Да, это не серия. Это какая-то жопа. Просто жопа. Нас выглядит хреновенько. Потрясающе. Этой архитектуре как минимум несколько веков. Несколько веков кровавого стонизма. Жестяк какой-то. Всё покрыто плотным слоем пыли. А это, скорее всего, означает, что здесь уже давно никто не обитает. Понадеемся, что зловещая история этого места осталась в прошлом. Да уж. Что ж, нам нужно как-то пройти через врата. На виду нет никаких очевидных механизмов, запускающих большие врата. Вон, прям под тобой. Алё, ты чё, в игры никогда не играл? Да, уж, опыты не встроены в стены. Весьма вероятно, что устройство, управляющее вратами, скрыто. Нам стоит разделиться и обыскать комнату. Естественно, я останусь в этой комнате один. Естественно, я один найду механизм. Так, ладно. Вот, я его нашёл. Просто вот эту хрень покрути и всё. Да, пол нужно как-то покрутить. Видимо, каким-то образом через стены. Вот ещё тут что-то скрыто. Как-то всё слишком очевидно. Чё за книга? Древняя книга в кожаной обложке с изображением козьей головы. Текст написан в другом языке, страницы пахнут гнилой плотью. У меня от этой книги сильная джавю, что странно. Фу, мерзость. Жопа какая-то. О, тут что-то интересное. Лампочка загорелась. Как всё просто в этой игре, однако. Ладно, давайте сначала сходим направо, потом налево, потому что мы культурные. Так, привет. Как интригующе, судя по всему, эти зелёные лампочки часть какой-то системы. Когда их включают, их энергия передаётся в пол. Ко всему прочему, они, должно быть, поглощают ту же энергию, что излучает супергербой. Так, как ты смог запустить его с помощью... Как думаешь, что это значит? Честно говоря, я не совсем уверен с подобными технологиями, я раньше не сталкивался. Но весьма вероятно, что эти предметы использовались для чего-то сверхъестественного. Возможно, даже для призвания красноглазого демона. Хм, бабка, которая призвала красноглазого демона? Вот это уже интересно. Хорошо, что культа больше нет, как и самого демона. После того, как найдём эш, всё равно лучше разбить здесь всё к чертям. На всякий случай. На самом деле, я бы хотел подробнее изучить некоторые из этих предметов. Возможно, они окажутся чем-то полезными. На самом деле, он бы хотел изучить некоторые из этих предметов, и они, возможно, окажутся полезными. Но я всё равно бы тут всё расхреначил к чертям собачьим, потому что это не нормально. Так, мне нужно включить остальные лампочки. Но тут всего одна лампочка. О, ещё одна книга. Птица в кругу. Текст написан на другом языке, так что ты не сможешь его прочесть. Некоторые страницы орошены кровью, а нижняя часть самой книги обожжена. Когда оттрагиваюсь до неё, у меня начинает кружиться голова, словно от неё исходит какая-то странная энергия. Это уже странно. Совсем странно. О, ещё одна лампочка. Её, видимо, нужно подобрать. Угу. У меня есть лампочка. Осталось понять, куда её вставить. Хм. А, ну хотя тут только одно место для лампочки. Вот здесь. Вставляй. Лампочку вставляй. Вставь лампочку. Лампочку вставь. Подставляй. О, молодец. Теперь супергербой. Включаем. И дверь открылась. Чувак, те мелкие обелисковые хреновенькие только что увеличились. Опа. Ты только глянь. Интересно. Видимо, мы должны одновременно потянуть за две ручки. Я прав? Так. А, нет. Хм. Ещё один ребус. Что-то мне подсказывает, что нужно потянуть вот так, а потом ещё разочек с этой стороны. А? Как вам такая идея? Хм. Нет. Ладно, придётся здесь немного заморочиться. Так, попробуем вот так. Будем просто пробовать всё подряд, рано или поздно получится по теории вероятности. Да блин, что ж она не сходится-то? О, сошлось. Так, ещё какая-то кнопка. И дверки у нас открылись. Ой-ёй-ёй. О, дверки закрылись. Чувак! Ты что, до сердечного приступа меня довести хочешь? Я чуть в штаны не наложил от страха. Прости, я сумел на секунду приоткрыть врата, но рычаг не желает держаться на месте. Тот, можешь постоять на этой платформе? Мы с Ларей пойдём искатешь, а ты позаботишься, чтобы нас не замуровало. Да, конечно, помогу. Так. Всё это мне не внушает доверия, если честно. Готов? Нет, ну я же где-то там, так что погнали. Поосторожней там, ребят, не хочу тут ещё кого-то потерять. Не потеряешь. Я с Али Крам Сали, все проблемы решали. Тут два прохода, но нам стоит разделиться. Я боялся, что ты это скажешь. Так, я буду играть в Заваре. И почему со мной всё время происходит такая бабыня? Да, я буду играть в Заваре, это необычно. А я могу пойти в другую комнату? Сломать всё к чертям собачьим, а? Вот сюда, хопа. Да, я могу войти, кстати говоря, в другую комнату. Ха, как интересно. Ну что ж, ребятки, в какую комнату мне пойти? В левую или в правую? Пишите в комменты. Да, ребятки, на этом мы пока что закончим. Так что, если вы хотите, чтобы следующая серия вышла как можно скорее, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И не забывайте, что с вами был Фокс Нео. Субтитры сделал DimaTorzok